Всем доброго времени суток, друзья! Вы на канале все о смартфонах и в сегодняшнем видео у нас будет очень интересный, скажем так, тест. Я нашел программу для увеличения скорости не только Wi-Fi, но и мобильного интернета. К сожалению, сейчас, в 2020, конец 2020, начало 2021, сейчас такие программы, к сожалению, разработчики почему-то не делают. Но раньше делали, и я нашел одну из таких интересных и, казалось бы, рабочих программ для увеличения скорости нашего интернет-соединения. И мы сейчас с вами все это дело будем пробовать. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что если вам нравятся мои обои на экране блокировки, на экране вообще рабочего стола моего, если вам это все нравится, такие обои и не только, вы сможете найти на телеграм-канале TheBestWallPuppers, ссылочка будет в описании. Ну что, ребят, я думаю, что мне толком не получится вам показать, на что способна эта программа. Почему? Потому что у меня дома с интернетом вообще проблем нету, то есть он шпарит просто как шаленый. Но у кого из вас, я знаю, таких людей очень много, у кого с интернетом все плохо. Друзья, вам эта программа обязательно должна помочь и заодно вы сможете написать в комментариях, работает или нет. Только я прошу сразу же умников, которые, да, это вся фигня, не работает, у меня интернет хуже стал, работает. Ну вот, пожалуйста, такие комментарии не пишите. Просто есть люди, которые только видео вышло, оно идет там 10 минут, а он через секунду пишет, что не работает. Такие люди есть, это хейтеры называются, ну или идиоты, я не знаю, как они называются. Но вот есть такие люди, пожалуйста, такие просто не комментируйте. Итак, значит, приложение называется Boost Wi-Fi Lite. Если кто-то из вас знает какие-то другие программы, может быть, есть программы, которые вы уже тестировали, все супер. Пишите в комментариях, я обязательно сниму отдельное видео про эти программы. Ну а сегодняшний герой это Boost Wi-Fi Lite. Итак, программа, что самое главное, ребят, работает без root прав, без каких-то там подписок и всего прочего. То есть абсолютно бесплатная программа. Откуда, кстати, скачать, покажу чуть позже, поэтому не надо сейчас в панике спускаться в описание, там что-то пытаться где-то найти, скачать. У вас ничего не получится. Поэтому дожидаемся конца ролика, да и вообще нужно же понять, как она работает, поэтому не торопимся. Итак, значит, друзья мои, запускаем приложение и вот такое вот окошко нас встречает. Здесь у нас сразу показывается уровень нашего сигнала. Это уровень сигнала Wi-Fi. Если мы хотим увеличить скорость мобильного интернета, то вот здесь вот есть кнопочка 3G, ну а не чуть позже. Давайте мы сперва посмотрим, что у нас здесь. IP адрес, MAC адрес. Вот написано, что подключено к этому всему. И статус у нас нормальный. Но, если мы нажмем Power Plus, чик, и смотрите, видите. Все, скорость сразу увеличилась. Она может подниматься еще выше, может до 100 дойти. Ну, то есть, она все время, понятно, не будет на одном месте, чуть-чуть скачет. Но, извините, уже намного лучше будет, чем то, что у нас было до. Собственно, и все. То есть, вы запустили, свернули и идете заниматься своими делами, серфингами и так далее. Интернет должен быть быстрый. Еще раз повторюсь, что если я сейчас зайду в спид-тест, ребят, ну поверьте, там ничего не покажут. Спид-тест это вообще как-то вот один раз делаешь, даже без всяких программ. Покажет один результат, а через 5 минут уже другой. Там вообще, правда, нигде не найдешь. Итак, друзья, давайте сейчас мы попробуем с вами увеличить скорость у нас. Кстати, если вам слишком показалось, что у вас интернет стал быстрее, можете минус нажать и все вернется обратно. Итак, нажимаем на 3G. Так, у меня сейчас мобильный интернет. А, у нас... Ой, ребята, смотрите, прикол. Я выключаю Wi-Fi. И включаю мобильный интернет. Смотрите. Здесь должна быть буква H. Но ее нету, потому что я живу в Белоруссии, в Минске. У нас сейчас воскресенье, идут митинги. И интернет по всей стране, опять же, отклетели. Поэтому, к сожалению, ребят, я не смогу сейчас вам показать, на что способна программа по увеличению именно скорости мобильного интернета. Видите, Boost 3G. Вот. Но, к сожалению, я сейчас не смогу вам показать ничего, потому что у меня мобильный интернет сейчас не работает. Увы. Ну что ж, ребята, такая вот программка, да, как вы поняли. Поэтому, тестируйте, пишите ваше мнение в комментариях. Вообще, верите ли вы в то, что какие-то программы могут увеличить скорость Wi-Fi. Вот. Пишите все это в комментариях. Давайте я вам покажу, где ее можно будет скачать, потому что, понятное дело, в Play Market вы ее никогда не найдете. Ее там просто-напросто нет. Итак, для того, чтобы скачать эту программу, нам нужно будет идти в Telegram. Ребят, прямая ссылочка в описании, либо же, либо же, вот, заходим в Telegram, здесь в поиски вводим Smart Hacking. Вот. Вот этот канал, где лицо человека. Вот сюда заходим. И здесь вот три точки. Будет кнопка, кстати, присоединиться. Нажимаем на присоединиться. И только потом жмем уже три точки, потому что иначе у вас ничего не получится. Жмем поиск. И сюда вводим усилитель. У-СИ-ЛИ-ТЕЛЬ. Вот так вот. Жмем поиск вот на клавиатуре. И сразу же мы попадаем на пост с этим приложением. Далее, друзья, у меня уже стоит эта программа. Нажимаем на нее. Она скачается. Нажимаете после этого установить. После установки, понятное дело, жмем открыть. И пользуемся нашим приложением. При первом запуске, кстати, будет отсчет такой небольшой. Ну, программа пока настраивается. Каждый раз, когда ты ее так запускаешь. Вот. Ну и, собственно, все. Здесь, кстати, будет писать, что обновитесь до Pro-версии. Мы нажимаем, что спасибо. Нам этого не надо, потому что Pro-версии приложения нет. Сейчас, на данный момент, ее нет. Вот. Запустили. И понеслась ускорение скорости вашего интернета. Ну что? Верите вы это? Не верите? Пишите свое мнение в комментариях. Ну, а у меня был такой вот обзорчик интересного приложения. Вообще, если вам интересна такая тема, вот, увеличение скорости, не знаю, увеличение оперативной памяти и так далее. Вот такие программы я буду тестировать. С вами делиться. Вы будете тестировать вместе со мной. Будете свое мнение писать в комментариях. И мы вместе с вами будем делать какие-то выводы. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить пальчик вверх на это видео. Пока.